Завод «Ивхимпром» к октябрю планирует расширить производство. Пока основная продукция предприятия – пенообразователи, текстильно-вспомогательное вещество, присадки к моторным маслам и нефтепродуктам. Осенью начнется выпуск моторных масел, а в следующем году – авиационного топлива. Глава администрации Александр Кузьмичев побывал на заводе впервые. Мы еще помним историю, когда предприятие лежало совершенно на боку. Сегодня оно не просто поднялось, вышло из того кризиса, в котором находилось. Сегодня оно развивается успешно. И для города, конечно, это очень серьезно, потому что по прогнозам наше предприятие будет закрывать всю потребность веционного топлива для авиалайнеров в Российской Федерации. Монтаж насосов и реакторов для нового цеха по выпуску моторных масел выполнен на 70%. Заказчиком продукции станет Миноборона и Госрезерв. Здесь будут производиться моторные масла для дизельных двигателей, в основном дизелька, судовые масла. Масла, которые будут работать в тяжелых условиях – это Крайний Север, Сибирь, Ежесними, гидравлика, гидравлические жидкости, также для бронетехники, и транспекционные масла. Это вот наш перечень, продукт, который мы хотим освоить и запустить. Мозговой центр производства – операторское. Одно нажатие на клавишу мышки – и в соседнем цеху заработала мешалка. Так с 2005 года изготавливают присадки для моторных масел. Аналогичной будет истории с новым производством. Процесс полностью автоматизирован, а потому новых рабочих мест будет не так уж и много. Система управления будет с процессора, с компьютера осуществляться. Планируем, что будет ее обслуживать 8 человек, операторов, по 2 человека смену, то есть непрерывная графика работы. И плюс система управления, то есть это ИТР, это начальник этого участка, и к нему. Ведь что такое цех производства? Это только производство, но нам нужен еще лабораторный комплекс, который тоже строится в рамках этого проекта. В новой лаборатории полученный продукт будет проходить исследование и сертификацию. Руководство завода обещает, что с увеличением объема производства вырастет и зарплата сотрудников. Пока она невысокая, в среднем 16 тысяч рублей.